В.Вадим Владимирович, среди приверженцев классического земледелия бытует такое мнение, что наутил лоббируют изготовители, производители и поставщики сельскохозяйственной техники для прямого посева. Вы имеете отношение к этой категории производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники для прямого посева и при этом возглавляете ассоциацию сторонников прямого посева. Что скажете? Добрый день всем. Рад видеть, Николай Васильевич. Вопрос, наверное, не наверное, а точно он актуальный и может многих волновать. Хороший вопрос, я считаю. Да, на самом деле мы с первого дня работы нашей компании, мы занимаемся продвижением техники для прямого посева и, соответственно, технологией для прямого посева. Значит, на самом деле, я думаю, что по большому счету в этом нет ничего удивительного. Если мы посмотрим другие отрасли, связанные с поставками чего-либо в сельское хозяйство, будь то удобрения, средства защиты растений, семена, также все эти компании, все, кто занимается этими видами продукции, поставки их, они также для себя ставят определенные цели и задачи по внедрению новых технологий. Просто в разных отраслях теми, чем они занимаются. Мы каждый год, я думаю, с вами видим то, что на рынке появляется много новых продуктов, абсолютно отличающихся от тех, которые были и в системе защиты растений, семеноводства и так далее. И понятно, что без того, чтобы в животноводстве, в том числе в овощеводстве и так далее, то есть понятно, что без того, чтобы потенциальные пользователи достаточно близко и качественно изучили потенциал того или иного продукта и, соответственно, той или иной технологии продвигать достаточно сложно. Это, я думаю, достаточно стандартная практика работы по продвижению разных видов продукции. Ну а что касается наутил непосредственно и нашей деятельности, вы правы абсолютно, мы занимались и занимаемся поставками техники для приема посева. Более того, более шести лет мы уже сами занимаемся производством этой техники. И более трех лет мы уже занимаемся разработкой новой этой техники, не только производством, но и новыми абсолютно разработками в этой области. Разработками, которые будут востребованы и уже востребованы на сегодняшний день, получили уже положительные отклики от клиентов в разных регионах России. Это наша работа. Что касается этого вопроса, что я бы еще хотел добавить, в любом процессе всегда должны быть заинтересованы стороны. Вот мы, я думаю, ни для кого не секрет, что мы очень долго изучали и изучили достаточно глубоко опыт наших партнеров из Аргентины в этом плане. И когда мы обсуждали с ними, как строилась у них работа, у них в стране, я имею в виду, работа по адаптации технологий, изучению, внедрению и так далее, всегда мы слышали один ответ, что это была работа заинтересованных сторон. Кто эти были стороны заинтересованы? Это были фермеры, само собой, в первую очередь. Это была наука, это были государственные органы власти, и это были как раз-таки производители сельхозтехники, различных видов удобрений, семян, средств защиты растений и так далее. То есть это была такая комплексная командная работа, результатом именно которой стало то, что в стране, в регионе прямой пассив получил максимально широкое распространение. Мы изучали опыт их ассоциаций, они на самом деле там очень сильные, там две основных ассоциации, они очень сильные. И там как раз-таки основными членами этой ассоциации, компаний, которые являются мировыми лидерами в каждой из своих отраслей. Это как раз-таки все, что я перечислил, средства защиты растений, удобрения, ГСМ в том числе, техника, наука и так далее. То есть это вот такая, ну и фермеры, само собой, как основа, это такая командная работа людей заинтересованных, людей заинтересованных в конечном положительном результате работы. То есть вот здесь другой подход, я считаю, он и быть и не может быть. Почему? Потому что, знаете как, мы все-таки работаем как бы не в, скажем так, не в плоскости каких-то государственных услуг или государственной деятельности. Мы работаем в плоскости экономики, мы работаем в экономическом сегменте. И здесь всегда очень простое правило. Всегда можно получить очень хороший результат, если есть две заинтересованные стороны. Так вот наша задача, само собой, это найти партнеров, заинтересованных в том или ином вопросе. В этом случае мы ищем партнеров, заинтересованных в применении, адаптации технологии приема посева. И каждый год мы находим их все больше и больше и больше. Это нам дает, конечно, уверенность в том, что мы правильно, движемся в правильном пути. И не только мы на самом деле, а все те, кто участвуют в этом процессе. Понятно, что мы не уникальны в этом плане. И наша компания, и наша ассоциация. Вы прекрасно знаете, что есть ассоциации в других регионах. Есть сегодня много производителей сельхозтехники, уже российских. Много, которые занимаются примерно этой же работой. Поэтому, да, мы были, есть и остаемся поставщиками, производителями и разработчиками техники для применения посева. И считаем, что только вот такой симбиоз заинтересованных партнеров дает положительный результат. И мы над этим дальше будем обязательно работать, конечно. Хорошо. А вот если говорить о вашей компании, агротехнике, то она поставляет различные виды техники. И не только для прямого посева, да. И может быть даже большая часть, она не предназначена для прямого посева. А тем не менее, вот такой акцент именно на нулевые технологии. И, как мне кажется, что и ваши личные симпатии, связанные с этой технологией, откуда они произрастают и почему? Вы знаете, был такой период у меня в жизни много лет назад, точно, наверное, не скажу, но 7-8 лет назад, когда у меня был один такой год, когда я посетил в один год и Северную Америку, достаточно много там проехал, и Южную Америку. И я очень, у меня там было очень много встреч, посещение фермеров и так далее. Ну и, само собой, практически они все были с фермерами, которые занимались технологией прямого посева. Ну вот представьте ситуацию 8-9 лет, 8, наверное, 9 лет назад примерно это было. И по возвращению у меня просто такое было внутреннее, как бы, как сказать, противоречивое чувство. Неужели от нас это все скрывали? То есть у нас так все это казалось просто, логично, понимаете? И, как само собой разумеется, что там этим занимается. То есть там вопрос, как таковой, не стоял у людей. Ну то есть хорошо это или плохо, стоит ли начинать или нет, дорого это или дешево, имеет ли в этом смысл. Там люди работали уже в то время немного на других, скажем так, в других плоскостях. То есть они уже в плоскости прямого посева, прямой технологии, искали более эффективные методики, понимаете? То есть они думали уже вообще о другом, не о железе, грубо говоря, да, то есть не о каких-то таких вещах, а уже совершенствовали, оттачивали технологию. И, конечно, это такое было очень заразительно. И вы правы, что мы на сегодняшний день, как компания Агротехник, если говорить о компании Агротехник, не занимаемся только поставкой техники для прямого посева. Но вместе с тем техники, которые производят почвообработку сегодня, мы не поставляем. И мы никогда этим всерьез не занимались с самого начала нашей компании. Мы никогда не занимались поставкой всерьез плугов, дискаторов, культиваторов и так далее. То есть эта тема нам была изначально неинтересна. И мне, как руководителю в том числе. Это никогда не было нашим продуктом. Сегодня мы вообще сократили наш объем портфеля с точки зрения наших партнеров. Оставили как раз таки только то, что может применяться в технологии прямого посева, если мы говорим о растеневодстве. Понимаете? То есть это как раз посевный комплекс, это опрыскивали те, или то, что применяется в технологии прямого посева. Другое наше направление – это орошение, которое в другой плоскости, вы понимаете, с этим работает, и овощеводство. Поэтому мы были, есть, остаемся на этих позициях, что наша тема – это все, что связано с прямым посевом, если говорить о растеневодстве нашим традиционным, скажем так, зерновой и пропашной культурой, и орошение, и производство овощей. Это наше основное направление. Мы ими занимались, занимаемся и дальше будем заниматься. То есть вот почвообработка, традиционная технология, мы ничего против нее, само собой, не имеем. У нас есть в регионе, да и в других регионах, само собой, люди, которые прекрасно работают по этой технологии, прекрасно получают результаты, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, да. Но нам это неинтересно, и мы этим не будем заниматься. Ясно. Скажите, вот технология наутил, каковы тенденции ее внедрения в Россию? И поскольку вы общаетесь с наутильщиками не только Ростовской области, но и самых различных регионов, кто лидеры, кто более успешно внедряет, у кого лучше получается, какова картина на сегодняшний день и динамика? Был, знаете, такой момент, когда я считал, что для меня казалось на тот момент, что это такой ключевой фактор того, что технология прямого посева будет, получит быстрое, очень быстрое и динамичное развитие. Когда мы увидели, что очень небольшие фермеры стали применять эту технологию. Ну, то есть, в нашем понимании всегда было так, что фермеры, небольшие особенно, да, то есть, небольшие фермеры, но с большой историей своей, да, там, с 90-х годов, которые еще пришли в этот бизнес, да, в эту деятельность, они наиболее консервативны. Мы всегда так считали, что они наиболее консервативны с точки зрения применения технологий. Вот когда мы увидели, что даже они стали применять, для меня на тот момент, как бы, было такое внутреннее ощущение, что это такой один из переломных моментов, да. Но потом, с периодом времени, когда прошло какое-то время, все-таки я, мои личные наблюдения и мой вывод из этой ситуации, он следующий. На самом деле, ничего всерьез не влияет на, скажем так, на динамику развития технологий в части, допустим, площадей, форм собственности и так далее, регионов. То есть, мы видим и маленькие, и крупные, и очень крупные холдинги, и средние хозяйства, и вот, скажем так, нет здесь чего-то лимитирующего. Лимитирующим может быть только одно – заинтересованность, заинтересованность собственника, либо руководителя, либо специалистов, либо всех вместе. И только именно этот фактор, он определяет динамику развития технологий. Только этот фактор, ничего больше. То есть, когда мы в начале этого пути много слышали о том, что в каких-то почвоклиматических зонах это невозможно, в рамках каких-то, допустим, крупных агрохолдингов это невозможно, или наоборот, в мелких хозяйствах. То есть, сегодня это уже понятно все ушло на второй план. Сегодня только заинтересованность. А вот заинтересованность, она из разных факторов может сложиться. Это может быть вынужденная какая-то мера, может быть целенаправленная мера, целенаправленный шаг, может быть в форме эксперимента, все что угодно может быть. Но обязательно должен появиться заинтересованный человек, понимаете? Вот если он появляется, тогда все начинает двигаться, все начинает развиваться, все начинает применяться. Поэтому мы сейчас видим фактически то, что появляется все больше и больше людей, интересованных применением этой технологии. В разных регионах, в разных форматах хозяйства, еще раз повторю, крупные, мелкие, средние, неважно. С разными культурами, с разными подходами. Но интерес, в первую очередь интерес. Как только он появляется, значит мы можем стать партнерами. Но все-таки не могу не сказать о том, что в те годы, когда в регионах разных наступают периоды наиболее сильных засух, вот именно эти годы все-таки для этих регионов, для очень многих хозяйств и фермеров становятся переломными в принятии этих решений. Вот это точно мы можем наблюдать. То есть там просто, как сказать, вот этот интерес, о чем я говорил, он, ну как бы, не знаю, может быть, более быстрее начинает проявляться, более явно. Почему? Потому что приходит просто понимание того, что что-то надо менять. Почему? Потому что климат мы поменять не можем, тенденция там понятна. Мы можем поменять только то, что мы делаем сами. А здесь на самом деле выбор невелик, здесь выбор невелик. И вот одно из направлений, которое применяется сегодня, это как раз такие технологии прямого посева. И вот именно эти люди в этих регионах, они становятся проводниками, становятся, скажем так, инициаторами применения и дальше развивают эту технологию. Поэтому только заинтересованность людей, больше ничего. И даже еще, о чем я хочу сказать, не финансовое состояние в момент времени хозяйства. Понимаете? Не финансовое состояние в момент времени хозяйства, не какой-то там, какие-то еще там субъективные факторы. Все это второстепенно. Как только у человека появляется интерес, реальный интерес. Не просто как слушатель, пользователь, не просто как человек, который может на эту тему порассуждать или подумать, а человек, который готов принимать решения. Значит, все начинает работать. Да. Но, Вадим Владимирович, вот совещание селекторное, которое в 2019 году проводил первый замминистра сельского хозяйства, ХАТУ, он на этом совещании, как раз по технологии прямого посева оно было, как вы помните, он приводил такую статистику, что в целом по стране, если память не изменяет, около 1%. А вот в Ростовской области, скажем, 6%. Это по его сведениям. Вполне возможно, что неофициальная статистика, она будет несколько иной. Ну, то есть регионы все-таки отличаются друг от друга. И инициативные люди или приверженцы в разных регионах есть, но, наверное, есть и какие-то факторы, в том числе вот с дефицитом влаги, может быть, то, о чем вы сказали. Юг в последнее время все больше страдает от засух. Да, вы правы, конечно, региональная специфика, она есть, была и будет всегда, была и будет всегда. Если вы помните, если вы присутствовали, вы присутствовали на этом совещании на селектора? Я его слушал. Слушали, да, да. Ну вот, если помните, там некоторые регионы, не будем их называть, соседние с нами, как бы, да, то есть заявляли на тот момент о том, что для нас это категорически неприемлемо, и это не будет у нас работать. Ну, к сожалению, такие мнения еще есть. Подтверждение этих мнений, конечно, не было и нет, но мнения сами эти есть. Поэтому, конечно, регионы будут отличаться друг от друга, и вы правы в том плане, что чем жестче условия в регионе, чем жестче условия в регионе, и это не обязательно может быть засуха, не обязательно может быть засуха, но чем жестче условия, тем больше у людей интереса к этой технологии. Я вам пример приведу, по засухе, я думаю, тут на самом деле более-менее понятно, да, то есть нам нужно сохранить влагу. Да, но я вам другой пример приведу регионов, таких как вот Челябинск, допустим, Курган и так далее. Там ведь на самом деле немного другая проблема. То есть мы, какое преимущество в этом плане южные регионы имеют, допустим, перед теми регионами, ввиду того, что там все в обороте практически отсутствуют озимые культуры, а уборка зерновых и других культур, масличных культур у них зачастую заходит в зиму, затягивается, я думаю, это тоже небольшой секрет, и бывает так, что хозяйство убирают по снегу. Вместе тем климат резко континентальный, и получается так, что они убирают с осени, приходит весна, и она сейчас становится опять с учетом изменения климата, бывает очень-очень резкая и быстрая, то есть буквально там за 20-25 дней они могут перейти и зимы, буквально там уже в лето, в жару. И получается так, что представьте, хозяйство 10-15-20 тысяч гектар, которые не имеют, допустим, ну, пары это одно, но пары это другая тема, да, то есть, но не имеет подготовленных площадей после предшественников, и им, получается, за этот очень сжатый срок нужно все это подготовить, не знаю, там, запахать или закультивировать, задисковать, а потом еще успеть посеять. Ну, тут больших секретов нет, это потеря времени, влаги, само собой, и так далее, и так далее, куча проблем, и для них это тоже решение, для них это тоже решение, но несколько в другой плоскости, поэтому регионы отличаются друг от друга, но правда в том, что чем жестче условия, тем больше, больше возможностей для применения этой технологии. И, кстати говоря, наши коллеги из Аргентины, они навсегда подчеркивали то, что для условий Аргентины многие зоны, которые сегодня вошли в перечень зон, активно занимающихся растеневодством, до применения технологий, до появления ее, были просто животноводческими регионами, они не могли там выращивать ни сою, ни свои другие традиционные культуры, они просто пошли скот там, почему? Потому что максимально жесткие были условия. И только изучив и применив эту технологию, они ввели их все в оборот и начали там что-то выращивать. Поэтому однозначно, точно, что максимально жесткие условия подвигают людей к принятию решения. Что касается статистики по площадям, ну как раз-таки одним из итогов этого совещания было то, чтобы было поручение посчитать все-таки, сколько. Ну, может быть посчитали, может быть нет, но мы этой статистики, к сожалению, не знаем, не владеем. И на самом деле мы не видим небольшого смысла в этой статистике. Почему? Потому что, ну это не наша работа, не наша работа статистические данные. Мы работали, работаем с живыми людьми, с фермерами, с хозяйствами, те, которые заинтересованы. Конечно, хорошо, когда их много, значит, нам есть с кем общаться, есть с кем работать, есть с кем партнерские отношения устраивать. Но я точно могу сказать, что их каждый год все больше. Это точно. И история этого года такова, что, допустим, в этом году мы очень активно начали работать, допустим, с Алтаем. Это опять-таки зона, где очень жесткие были условия этого года, и люди очень сильно пострадали от засух. И сейчас у нас там работа очень активно идет в этом регионе. Это просто как пример. Поэтому статистика дело такое сложное в этом плане. Мы занимаемся статистикой, на самом деле, в рамках нашего региона, Ростовской области. Наша цифра это 10%. Она растет? Да, она растет. Можете сравнить с каким-то годом, вот, допустим, 10 лет и 20-й год? Ну, 10 лет, нет. Если говорить о 10 годах, то это можно говорить не о площадях, а о количестве фермеров. Да, о количестве фермеров. Ну, а 10, что такое 10% для нашей области, ну, цифрами, я думаю, все владеют, это под полмиллиона гектар. Под полмиллиона гектар. Поэтому 10 лет назад, конечно, это просто были единицы фермеров в сельхозпредприятии. Сегодня это полмиллиона гектар. И площадь увеличивается, усиливается уверенность. Есть, конечно, те, кто отказывается. Мы должны об этом прямо говорить, что есть хозяйства, фермеры, которые принимают решение вернуться к традиционной технологии. Но понятно, что это тоже есть определенные факторы для этого. А какие они? Значит, люди не нашли ответа на свои вопросы. Либо не достигли цели, задачи, которые для себя ставили. Ну, сказать, что это хорошо или плохо, трудно. Просто это часть этого пути. Такие люди были, всегда есть и будут в любом деле, которое есть. Кто бы ни занимался животноводством, не знаю, овощеводством. То есть всегда будет у кого-то получаться лучше, у кого-то будет получаться хуже. Кто-то будет более успешен, менее успешен. Факторы разные, но схема всегда будет примерно такая же. Хорошо. Владимир Владимирович, хотелось бы узнать ваше мнение, в чем секрет популярности зимних конференций сторонников раймового посева, которые проходят в Ростове-на-Дону. Собрать 400 представителей вот этой технологии, которые, как мы видим, еще не являются главной, подавляющей. И на примере других конференций, которые проходят в Москве, в других местах. Мы знаем, что даже традиционные технологии представители вот такого количества аграриев собрать – большая проблема. А здесь вот в вашей ассоциации удается это сделать. В чем, на ваш взгляд, секрет? Ну, тут на самом деле больших секретов нет, как и в любом деле. То есть, если им заниматься, то есть, как сказать, здесь как таковых секретов больших нет. Но есть, конечно, особенности. Вот об этом можно поговорить, да, то есть именно этой конференции. Но начнем с того, что сама по себе тема прямого посева. Начнем с того, что сама по себе тема прямого посева. Ведь давайте посмотрим правде в глаза. Она очень мало оставляет равнодушных людей. То есть, всегда есть сторонники, всегда есть противники, всегда есть какие-то аргументы. Но сказать, что она, ну, как бы, что люди к ней равнодушны – это не так. То есть, люди неравнодушны к этой человеке. Просто кто-то там готов, как бы, воспринимать эту информацию, работать с ней, да. А кто-то категорически нет, да. И на этом у него есть свои основания. Поэтому первое, что я хотел сказать, что сама по себе тема эта, она людей, у людей вызывает и будет, я уверен, дальше вызывать интерес. Почему? Потому что люди хотят изменений позитивных. Это нормально. Мы все хотим изменений в любой отрасли, в семье, на работе, чем бы мы ни занимались. Мы всегда хотим позитивных изменений. Никто не хочет стремиться к чему-то плохому. Здесь просто кто-то видит для себя определенную перспективу. Это хорошо. Ну, а если говорить об истории конференции и о самой конференции, я могу сказать следующее. Начали мы эту работу 10 лет назад. 10 лет назад. Мы начали проводить первую конференцию. Я в разных выступлениях часто об этом рассказываю. Может быть, кто-то слышал, но я еще раз повторюсь. Я навсегда запомнил нашу первую конференцию, которую мы проводили на выставке «Энтераграммаш». И она выглядела так, что у нас было два спикера. Два спикера. Я их даже назову. Это Василий Иванович Мокриков, Николай Андреевич Зеленский. Значит, и пять слушателей в зале. Пять слушателей в зале. Значит, на половине первого выступления из этих пяти трое встали и ушли. Когда прозвучал обычный вопрос, а какая же у вас урожайность на этой технологии? И был получен ответ. Значит, трое встали и ушли. И сказали, что нас не надо учить получать такую урожайность. И понимаете, какая ситуация? Что именно в этот год сложились так обстоятельства, что из этих троих двое обанкротились. И были вынуждены продать свои хозяйства. А те, кто остались в зале, они по сей день, я просто знаю их всех, ну, как бы в отрасли работают, я просто знаю этих людей всех, они по сей день в отрасли работают и достаточно успешные, стали применять эту технологию. Я не скажу, что именно это повлияло. Понимаете? Но фактически вот такая была ситуация. И это мне очень, скажем так, в памяти запомнилось. И когда эти трое встали ушли, я сказал, нет, мы не остановимся все равно. Мы дослушали, само собой, эти доклады, и в следующие годы мы повторили и так далее. И вот 10 лет мы уже собираем эту конференцию. Единственное, что у нас в прошлом году, вернее в этом году еще он заканчивается, мы не участвовали по определенным причинам, не организовывали, а по причинам более-менее понятным. Но 10 лет мы этим занимаемся. Были разные форматы у нас. Кардинально у нас поменялся формат. Принципиально было отличие в том, что мы поменяли формат с бесплатного на платный. С бесплатного на платный. Значит, произошло это после того, как мы посетили несколько конференций в Америке, посмотрели, как у них это там организовано, какой там у них формат работы, что он дает, какие преимущества, недостатки и так далее. И мы для себя сделали вывод, что для того, чтобы была конференция интересная, она должна быть масштабная. Она должна быть масштабная. То есть там должны быть хорошие спикеры, они должны быть с хорошим опытом из разных регионов, из разных стран. Почему? Потому что это всегда, в первую очередь, очень полезно. То есть это всегда дает хороший набор такой информации, качественной, той информации, которой можно воспользоваться. Само собой, такой формат подразумевает определенный бюджет затрат. Для этого нужны уже совсем другие площади, количество участников, спикеров, нужно нести все эти затраты. Но, как показала практика, количество наших участников, нашей конференции, в тот момент, как только она стала платной, значительно увеличилось. Само собой, не потому, что она стала платной, а именно потому, что мы смогли аккумулировать этот бюджет, понимаете, на качество этой конференции. То есть мы смогли сосредоточить эти возможности финансовые, направить их именно на повышение качества этой конференции. Качество информации, которая поступает. Ну, сами представьте, что такое привезти человека из Америки или из Аргентины, даже из Алтая. То есть это все стоит денег. И сегодня просто сказать кому-то, ну, как бы приедь, поделись опытом. Есть и такие люди, которые готовы, энтузиасты и так далее. Но, как минимум, это несет определенные затраты, и временные, и финансовые, и так далее. И, ну, просто целесообразно, чтобы они были покрыты для этих людей. И тогда, как бы, ну, работа немного по-другому строится. Поэтому мы поменяли формат с бесплатного на платный. Получили определенный опыт в организации этих мероприятий. И, ну, такой симбиоз, опыт определенной технологии привлечения, как бы, да, потенциальных участников конференции. Качественная проработка спикеров, тем, докладов. Это тоже, вот, то, что мы увидели в Америке, то, что мы стали применять, да, это когда мы поделили темы, и человек может себе выбрать интересующую себе тему. Именно интересующую. Не то, что ему, вот, как бы, предлагают, вот, или это, или ничего. По секциям. По секциям, да. То есть, вы знаете, я думаю, что у нас одновременно в трех залах всегда идет работа, и каждый человек может выбрать для себя четыре варианта общения, даже пять. Он может пойти в один из трех залов, это три. Он может пообщаться на выставке, которая у нас проходит всегда, оборудование, семян, удобрения, средства защиты растений, с поставщиками подобрать, может быть, что-то себе интересующее. Значит, или просто пообщаться со своими коллегами в перерывах, либо во время конференции. И я практически по итогам каждой конференции слышал от многих такую фразу, что зачастую вот именно это общение просто между практиками в перерывах, во время конференции, на ужинах, на обедах, это все дает, ну, как сказать, люди уезжают отсюда с готовыми решениями тех вопросов, которые их интересовали. Вот это вот принципиальная вещь, понимаете, что у нас здесь не просто происходит какой-то, ну, скажем так, какой-то там, создается какой-то информационный, скажем так, ну, как правильно подобрать это слово, то есть, ну, какой-то информационный посыл для наших участников конференции. Отсюда люди уезжают с готовыми решениями, которые, вернувшись свои хозяйства, у нас в феврале всегда проходит, с весны этого года они уже могут применять. И это касается разных абсолютно аспектов. И семян, которые они могут подобрать, и средства защиты растений, нормы, междурядия, все в оборот, техника, все, что угодно может быть. Но они уезжают отсюда, и они знают уже те решения, которые они будут реализовывать. Вот это принципиально важно. И я думаю, что благодаря именно этому наша конференция пользуется популярностью. И популярность все больше и больше растет. Эта популярность идет по нарастающему на сегодня. И мы уже на сегодняшний день знаем и регионы, какие будут опять у нас участвовать, и количество людей. То есть, у нас есть заявки, и желающие, и так далее, и так далее. И мы уверены, что в этом году пройдется на высоком уровне. Так же, как и было всегда. Если, конечно, за исключением поправки на ситуацию. Возвращаясь к совещанию, которое проводил Хатов. Там по результатам этой встречи заместитель министра сделал ряд поручений. В том числе и по изучению этой технологии, по обучению специалистов для работы с этой технологией. Вот что-то изменилось за это время? Есть ли какие-то подвижки? Вот вы упомянули про статистику, но это один из моментов. Вот о чем-то еще можно ли сказать? Может быть, ближе для вас Ростовская область, может быть, по другим регионам? Ну, единственное, что мы сейчас наблюдаем. Я не знаю, связано ли это с совещанием, либо это с результатами совещания, либо по каким-то другим причинам. Мы видим, что сегодня институты наши, научно-исследовательские, низкие. В ряде регионов стали закупать технику для прямого посева. То есть мы и сами участвовали в нескольких поставках, но и на сегодняшний день, кстати говоря, у нас 7 научно-исследовательских институтов у нас уже приобрели технику именно для изучения технологий. 7 в России и 1 в Казахстане институт у нас приобрел. Поэтому вот это мы точно видим, что именно низкие стали приобретать эту технику. Значит, как это дальше будет ситуация развиваться, какие у них планы научные, для чего они приобрели. Потому что, как сказать, мы неоднократно видели, когда представители науки ставили для себя задачу так, сравнить технологии. То есть это, кстати говоря, очень большое отличие нашей науки, допустим, той же зарубежной. То есть они для себя задачу совсем по-другому ставят. Они для себя ставят задачу, как адаптировать. А у нас зачастую мы слышим, нужно сравнить. Но, как сказать, мы можем сравнивать десятилетиями все, что угодно, как бы, да, но к чему это в итоге приведет? Потому что на самом деле ведь технологии сравнения, то для того, чтобы качественно сравнить, нужно для этого тоже методология определенная, правильно? Чтобы получить какие-то, что мы с тем сравниваем. То есть если мы просто, я далек абсолютно от науки, но я прекрасно понимаю, что, как бы, просто сравнивать разные типы посева, ну, наверное, не совсем все-таки будет правильно, понимаете? Поэтому мы отмечаем то, что сегодня низкие стали покупать технику. Это точно. В том числе, кстати говоря, в Ростовской области, чего раньше, как бы, не было. То есть вот сегодня у нас в Зернограде поставлены машины, уже заложены опыты. Второй год они этим занимаются, как бы, и мы с большой надеждой на сотрудничество в дальнейшем, что там может быть хорошая точка для обмена опытом, информацией и так далее. Так же, как и в других институтах. Ну, а что касается образования, ну, я думаю, что, знаете, если говорить о студентах, я имею в виду, если говорить об этой части науки, как бы, к сожалению, картина складывается так, что даже на традиционных, востребованных очень у нас отраслях сельского хозяйства, таких, как агрономы, инженеры, животноводы, ну, зоотехники, я имею в виду, там, овощеводство, переработка. То есть, там, где нам, в принципе, более-менее и так все понятно, и никаких, там, как сказать, ну, таких сломов серьезных в примите технологии нет, и то мы там не можем сегодня, если правде глаза посмотреть, получить качественных специалистов. То, если говорить о прямом пассиве, ну, само собой, это на сегодняшний день, ну, не реализуется абсолютно никак. И я думаю, что в ближайшие годы вряд ли мы увидим выпускников институтов наших, качественно подготовленных агрономов, либо инженеров, которые могут прийти в хозяйство и на основании теоретического багажа знаний, плюс практики, там, при дипломе или какой-то еще, прийти и начать работать в этой технологии уже собственным каким-то багажом знаний. К сожалению, вряд ли мы это в ближайшее время получим. И в том числе, почему? Потому что ведь и преподавателей у нас таких нет, по большому счету. Или есть это буквально единицы, да, которые, и так же энтузиасты, которые так же, как часто фермеры, в среде фермеров чувствуют себя не очень комфортно, да, давайте прямо говорить, среди традиционщиков бывает такое, что мы же это видим, когда и в газетах об этом пишут, что не надо так работать, как вот этот фермер работает, и так далее. Также, к сожалению, сегодня многие ученые, имея такую инициативу изучить, адаптировать, они не всегда имеют поддержку в своей научной среде. И их далеко не всегда поддерживают их руководители и коллеги, понимаете? Поэтому это проблема, на самом деле, большая. И поэтому, если говорить о выпускниках в вузах сегодня, для этого, для начала, должны появиться преподаватели, кто может преподавать именно эти дисциплины, эту технологию, качественно преподавать, и тогда появятся студенты. Поэтому это дело не скорое. Но первое и самое простое, что, конечно, можно было бы сделать, да, это, и это уже, на самом деле, задача больше самих студентов, если кто-то нас смотрит, и кто заинтересован в этом, это заявляться на практику в хозяйстве, кто эту технологию применяет, если студенты хотят как-то себе в этом реализовать. А это большая перспектива, на самом деле. Сегодня востребованность таких специалистов сумасшедших. Вот сегодня на рынке труда, если будет качественный специалист, или есть хороший специалист, кто действительно разбирается в этой технологии, он супер востребован. В любом регионе, страны и за рубежом даже. Поэтому, вот, что касается студентов, ждать, когда к ним придут преподаватели, можно долго. Сегодня можно и нужно идти на практику в хозяйство, в фермерских хозяйствах, кто эту технологию применяет, работать бесплатно, работать за знания, работать за опыт. И это все вернется, это все вернется в стократном размере, это 100%. Поэтому примерно так все касается науки. Ясно. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо, Владимир Владимирович, за вопросы, за возможность поучаствовать в мероприятии. Всех наших слушателей приглашаем на нашу конференцию. Ссылка, я думаю, будет у нас на сайте. Приходите, приходите. Всегда найдете единомышленников, всегда найдете тех, с кем можно пообщаться. Всегда найдете ответы на те вопросы, которые вас волнуют. Мы вас всех ждем. Спасибо. Спасибо.